Сегодня мы тут также встретили хозяина мероприятия Кайметов с очаровательной Викой и, естественно, Алексей Куличков, наш старый друг тоже. И вопрос такой на засыпку всем троим, надолго мы их не будем отвлекать. Друзья, вот как вы думаете, если бы Кайметов хотел сказать, прости Кай, если бы Никас Сафронов не был Никасом Сафроновым художником, кем бы он мог стать, вот на твой взгляд? Мне кажется, у него была бы какая-нибудь очень добрая профессия, но я хочу ему пожелать в этот день рождения, чтобы он оставался творческим человеком и никуда, как бы, какие бы жизни, не думаю, что у него будут в жизни какие-то испытания большие, но тем не менее, чтобы в нем всегда оставалось двух творчества и жизнь ему дарила много-много новых красок, которые Бомба переносил на холст. Это вот мое личное пожелание. То есть пожелание было прекрасным, но на вопрос не ответил. А мне кажется, что Никас Сафронов, для него вот это вот искусство, чем он занимается, это такая терапия отчасти. Терапия его души, терапия его тела, физических каких-то данных. Я думаю, что если бы не было у него этого жизни, мы бы столкнулись с очень таким человеком неординарным. Ну, допустим, там, Доктор Зло, ну, я не знаю, там, ну, там, Каймета. Шучу. Ну, не знаю, мне кажется, он бы был таким немного тихо помешанным неврастейником, который смотрел бы на всех и хотел бы нарисовать. Или там, как раньше было модно делать это, чеканки. Вот он бы чеканки делал, если бы не рисовал. Хорошо, каким бы, по-твоему, зверю он мог бы родиться, если бы не родился человеком? Зверем? Но сразу возникает какая-то попсовая штука, что типа лев, но львом, если уж быть оригинальным, то пускай будет таким, как его, львиный этот, как его... Олимпийским мишком? Зайчик. А ты как думаешь? Я думаю, пусть ему хорошо быть человеком, потому что он несет огромное человеческое тепло. Я не представляю. Мужиком. Да. И мужиком, да. С талантом. Вика, а как вы думаете? Я не знаю, каким конкретно, но явно с большими амбициями. Я прослушиваю. Я говорю, не знаю, кем конкретно, но с большими амбициями. Хорошие мысли. Ника, амбиции у тебя большие? Думаю, что да. Ну что ж, это была серьезная, несерьезная компания с майонезной баночкой на микрофоне. Я знаю, кем бы он был. Кем? Он бы в бане работал. В женской? Честно, в женской. При том, что веничком парил бы. При том, что он был бы таким индивидуалом. Я знаю, что ему нравятся пышные формы. Поэтому я просто представляю эту картину. Вот русская женщина. В бане, да? Мы все это знаем, картину. И вот его там на этой картине не хватает. Понятно. Никас, нарисуй себя в картине в бане. С голыми женщинами. Как ты их паришь? Паришь веником? Не... Друзья мои, это был Кай Метов, Алексей Куличков и Вика. Вот так вот, да? Да, да. Ну что ж, друзья, мы здесь в кулуарчиках так вышли и встретили здесь замечательную актрису Марину Орлову. Марину Орлову. Марина Орлову. Здравствуйте. Это Марина Орлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, кстати, не кулуарчики. Это очень даже... Да, это очень даже... Ну кулуарчики, это же не обязательно, так сказать, задворки, да? Подворотни. Это как раз вот кулуарчик, потому что здесь хотя бы можно разговаривать. Марина, вот скажите, вот вы человек творческий, да? Вам, ну как бы, карта в руки, потому что творческие люди, они всегда легко прощаются со своими собственными мыслями, да? Легко. То есть они дарят их там всем окружающим. Скажите, вот если бы Никас вдруг не стал художником, а стал кем-то другим, как вам кажется, кем он мог бы стать? Кем он мог бы стать? Имею такую фактуру, там... Да, да, да. Ну раз карты мне в руки, может быть, он бы мог быть картежником? Мог бы. Вот представляете, стоит Никас Сафронов на улице с картами и вот разыгрывает все это. Мне кажется, это возможно, как Дэвид Копперфильд. Ну да, или как Дэвид Копперфильд, или во всяком случае где-нибудь не на Арбате, скажем, а в каком-нибудь очень дорогом отеле в Америке, да? Там, где раздаются карты, играют в покер. И он такой очаровывая всех своим внешним видом, волосами. И все в шоке, что, о боже, что он здесь делает? Да, а кто это? А это Никас Картежник. Никас Картежник, да. Очень красиво звучит. Никас Картежник. Да, и он, то есть, на ваш взгляд, он как бы легко справлялся с картами и такими пальцами? Мне кажется, да, потому что пальцы у него, знаете, очень высокохудожественные. Он бы мог даже играть ими по клавишам рояля, например. Тоже почему нет? Или, например, на органе, где-нибудь в Литве, в качестве пастыря. Ну, возможно, возможно. Но мне кажется, что прихожане, они бы как-то вот развращались, слушая его музыку. Женщин не надо было пускать туда. Да, они бы просто, у них внимание бы отвлекалось, и они бы сразу как-то на него эмоционально реагировали. То есть, у вас все-таки вот как-то больше вот в эту сторону, да, пошла мысль. Ну, хорошо. Посчитайте. Ну, я, в данном случае, мое мнение здесь никто не спрашивает, я спрашиваю мнение, потому что, мое мнение, что, ну, если бы он, например, не стал художником, он бы прекрасным стал бы, ну, я не знаю, там, актером. Актером? А вы знаете, он уже был актером. Мы с ним снимались вместе в одном фильме. Последний секрет мастера, да. Он там великолепно сыграл бомжа. Вот, оказывается. Чистая правда. Да, причем прекрасно справился с ролью. Великолепно. Да, то есть, видимо, все-таки художественная школа не прошла даром. Ведь когда рисуешь бомжа, и потом его играешь, это, мне кажется... Ну да, причем это такой образ, в котором его уж никто точно не мог представить. Однозначно. Вот. Ну, на этом, я думаю, что наше коротенькое интервью. Подойдет к концу, и мы передаем тебе, Никас, большой привет, потому что ты будешь смотреть... Привет! ...наше интервью. И знаешь, что люди творческие видят тебя всегда только творческим человеком? Счастья тебе! Пока! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok